Теория стоимости Я вижу в этой теории стоимости, собственно, не экономическую какую-то теорию, а некую философскую теорию, на основании которой можно было бы понять сущность капитализма. И я опять же говорю, что это некого рода предварительные наброски. И я эти предварительные наброски буду состыковывать с тем, как свою теорию стоимости строит Маркс. Потому что я считаю, что у Маркса тоже во многом не экономическая теория стоимости, а философская. И он тоже пытается объяснить сущность капитализма, исходя из неких философских оснований. Но для начала давайте как бы быстро какой-то сделаем краткий курс, такой краткий обриз сущности марсовой концепции. У него получается, что когда он объясняет, что такое капитализм, он ссылается на то, что такое представляет собой капитал. А под капиталом он понимает определенного рода общественные отношения, в которые поступают капиталисты и наемные рабочие. И в этих общественных отношениях капиталист присваивает часть прибавочного труда рабочего. И собственно в этом состоит объяснение, как он считает, экономическое объяснение того, откуда берется прибыль. Почему возможно приращение совместей. Собственно как бы в этом и состоит его задача. Он должен объяснить, почему возникает богатство, почему возникает такая возможность, что стоимость приращивается. И он объясняет это через эксплуатацию наемного труда. И собственно отсюда он как бы эту концепцию дальше продолжает и делает свои социальные выводы и прочее. Нам это не очень интересно. А важно, что у него в концепции состоит в том, что капиталисты и прочих затрат на производство, он покупает такой товар, как рабочая сила. И в самом факте того, что капиталист противостоит рабочему, он противостоит не только и социально, в смысле того, что существуют разные классы, класс богатых, класс бедных и какие-то промежуточные классы. Но он противостоит и в силу того, что капиталист является некоторого рода субъектом деятельности. Он представляет собой как бы вот эту порождающую силу. А почему-то рабочий выступает здесь как товар, как какая-то условно говоря вещь, как какая-то стоимость, но которая сама обладает определенного рода способностью, способностью порождать новую стоимость. В этом, собственно, как бы заключается, как он считает, отгадку, откуда берутся богатства. Присваивать перебороченный труд рабочим, то есть тот труд, который рабочий тратит сверх своей стоимости, потому что стоимость такого товара, как рабочая сила, она меньше, чем тот труд, который рабочий вложил в стоимость произведенных им товаров. Можно тут добавить, да, то есть никакой эксплуатации бы не было, если бы вот этот капиталист платил работе на столько, сколько полагается, и тем самым как бы не получал прибыли. Все правильно, да. И для этого у Маркса там как бы существует такой пример, что если человек, допустим, купил станок и сам на себя работает, то это не считается эксплуатацией, это не является, собственно, даже капиталистическим способом производства. То есть капиталистический способ производства подразумевает, согласно Марксу, вот этот вот наем рабочей силы. Если наема рабочей силы нет, то и капиталистического способа производства нет. Это вот как бы принципиальный вопрос для Маркса. Вот сразу как бы для того, чтобы обсуждать эту концепцию, и я говорю, что мы будем подходить к некоторой экзистенциальной позиции, возникает вот вопрос, прежде всего, а почему вот рабочие в этой концепции рассматриваются как товар? Казалось бы, чем рабочие отличаются от капиталистов? То есть если мы рассмотрим как бы с точки зрения того, что определенного рода люди, да, свободные, при капиталистическом укладе юридически рабочий никак не прикреплен, при боязни, да, он не является христианин, который прикреплен к земле, или рабом, который прикреплен к господину, да, насильственному. То есть собственно сам рабочий свободен, и он вступает в некие договорные отношения с капиталистом, то есть он соглашается, да, работать на его предприятии за определенную роду плату. Почему он все равно этот рабочий распринимается как некий товар? Нет, подожди, Влад, извини, я тебя перебиваю. Это не рабочая, а рабочая сила. Рабочая сила, да. Рабочая сила, я оговорился. Почему рабочая сила, человек, да, как вот, человек продает свою рабочую силу? Почему эта рабочая сила выступает как товар? Для того, чтобы этот вопрос обсуждать еще углубленнее, можно обратить внимание, например, в современной ситуации это особенно ясно, что существует разительная разница между, допустим, работой какого-то разнорабочего и работой какой-нибудь, допустим, квалифицированного рабочего. Или, если подняться выше, менеджера высшего звена и прочее. Причем разительная, тысячекратная и прочее. Откуда берется такая несоизмеримость оплаты труда? Да. Казалось бы, если... Ну, надо было просто дополнить, что концепция Маркса, на самом деле, он является материалистом философии, да, и он считает, что есть как бы некого рода объективная стоимость, да. Что такое объективная стоимость? Объективная стоимость – это та стоимость, в которую вложен некий человеческий труд, можно перевести в некий эквивалент, да, и на основе этого эквивалента как бы все стоимости сравнить, и получится, что каждая вещь как бы будет... Будет иметь, помимо прочих свойств, что она там круглая, красная, там и прочее, также и такое свойство, как стоимость, да, вот она сколько-то стоит, то есть она в себе содержит определенное количество общественно полезного труда, да, необходимого общественно полезного труда. То есть, причем объективная характеристика вещи, да, то есть объективная характеристика вещи, когда она приобретает такое измерение в экономике, как товар, да, то есть когда вещь становится товар, вот она приобретает объективную характеристику, И это все базируется на том, что объективно можно труд разных людей выровнять в некую родную шкалу, и он нашел такую шкалу, это общественно необходимое время, которое тратится для того, чтобы произвести определенного рода продукта. И получается, что труд всех людей можно выстроить в некую родную шкалу, и любому товару можно объективно придать такое свойство, как стоимость. И вот когда я говорил о том, что на самом деле есть некого рода странность того, что когда мы смотрим на реально, как устроен наемный труд, то мы выясняем, что в наемном труде оказывается, что его стоимость, его заработная плата, она различается многократно. И это существенно многократно, несоизмеримо многократно, потому что современные, например, какие-то там наемные рабочие, квалифицированные, они часто получают больше, чем иные собственники своих средств производства, иная мелкая буржуазия. Вот эта странность, это первое замечание. Далее. Сейчас, минуту. Ну, ты уже рассказываешь, почему это не похоже на современность, да? Нет, я просто разночу. Сейчас, подожди, я все создаю. То есть ты изложил массовую тюрьму стоимость, а ты хочешь ее приложить к современности? Нет, я хочу просто тебе показать, что даже она прилагаемая к тем условиям, в которых она создавала, даже из тех условий, она немножко есть определенного рода проблемы, да, маленькие. Следующая проблема состоит в том, что вот... У Маркса два класса разделяется, у Маркса есть как бы два класса существенно противостоящие друг другу, да, там, капиталисты и наемные рабочие. Ну, это не совсем понятно тоже, почему он так их резко вдруг взял и противопоставил. Да, потому что вот, тем не менее, как бы существует много прослоек, да, там, как бы интеллигенция, там, какие-то мелкие ремесники, мелкой буржуазии и прочее. И на самом деле, вот в этом противопоставлении тоже есть определенного рода искусственности, да, потому что мы понимаем прекрасно, на самом деле, что, как бы, наемный труд, наемный труд, он имеет тут это, имеет разную деградацию, да. Можно быть наемным рабочим, который совершенно не обладает никакими средствами труда, а можно быть наемным рабочим, который имеет какие-то свои средства труда, то есть наниматься на работу, имея машину, имея какие-то средства свои производства. Даже можно так спросить, ну вот, допустим, в стройке есть бригада этих рабочих, которые непосредственно что-то производят, но над ними стоит прораб. Прораб никакими средствами производства сам не обладает, всеми средствами производства во-прежнему обладает какой-то капиталист. Но прораб, допустим, зарабатывает больше, чем эти рабочие. Почему? Потому что, как правило, он несет больше ответственности. Но каким образом это перевести? Как правило, он потому что обладает высшей квалификацией. Он обладает опытом, он обладает, соответственно, образованием. Это образование стоило денег, и опыт тоже ему стоило денег. Поэтому, естественно, что он обладает... Ну, Игорь правильно говорит, на самом деле. Я к этому и вёл. Если мы говорим о капитализме, то есть такая идея, что при капитализме осуществляется не какой-то единый принцип, и он, этот единый принцип, осуществляется везде. И единый принцип состоит в том, что, на самом деле, нельзя выделять в качестве капитала только какие-то средства производства, деньги, то есть какие-то отдельные виды материальной ценности. На самом деле капиталом становится всё. В том числе рабочие силы, они рассматривают не как товар, а как капитал. То есть получается, что капиталист владеет собственной рабочей силой, он ведь тоже имеет определенную способность, опыт и прочее. То есть у него тоже есть своя рабочая сила. Но кроме того, у него есть ещё какие-то материальные ценности, средства производства, деньги и прочее. То есть у него просто его капитализация, его средств производства, она больше, чем у рабочего. Рабочий, он не имеет, допустим, никаких своих средств производства, он имеет только собственную рабочую силу. Но эта собственная рабочая сила, это тоже, точно так же, его капитал. И он может увеличивать капитализацию этой собственной рабочей силы за счёт увеличения, как я говорю, образования, повышения квалификации, получения опыта. Так вот, на самом деле, с точки зрения капиталиста, он покупает отдельно рабочую силу, а отдельно покупает образование, как он отдельно покупает рабочую силу, а отдельно покупает станки. Хорошо. И это можно было бы так считать, как ты говоришь, если бы капитализация не подлежала такие вещи странные, как красота, как какие-то здоровья, какие-то способности, допустим. Ну, по поводу здоровья, я специально по Сашу Макса, по поводу этого капитали. Он сравнивает какого-то квалифицированного рабочего, не знаю чего, которого обучать очень сложно и тяжело, с каменщиком, с обычным. И он показывает, что каменщик, а вот требующий ещё большого количества здоровья, всегда получает значительно больше денег, чем вот этот самый высококвалифицированный рабочий. Работа, которого не требует большого количества здоровья. Вот такой. Нет, вопрос не в этом состоит. Вопрос состоит в том, что капиталом становится всё, с чего можно извлекать прибыль. Можно извлекать прибыль своей красоты. Допустим, у yourself a woman, красивая женщина, ей легче устроиться на работу, ей легче найти красивого мужа, или, допустим, она может работать манекенщицей. Ну да, всё превращается в капитал. Всё превращается в капитал. Капитал. Послушайте, что такое капитал? Капитал это некоторого рода возможность, которую можно реализовать в прибыль. Ну да, то есть Валат прав, это не товар, потому что одно дело продавать свою красоту, этим занимаются девушки, так сказать, определенного типа поведения, а другое дело, допустим, устраивается секретаршей, да, или не знаю, или вот там ходят на выставках какие-то девушки и раздают флайеры, они как бы превращают это в средство производства, свою красоту, да, то есть как вот машину водителя. Какая разница? Разница, еще раз, на самом деле принцип, вот как я считаю, собственно, в этом состоит смысл доклада, да, что принцип капитализма состоит в том, что капитализм все выставляет на продажу, да, что все превращает в капитал, любые возможности, которые у тебя существуют, какие-то там преимущества, в смысле образования, ума, здоровья, А она не продает красота, в смысле, обладание какими-то средствами производства, знатности и прочие какие-то другие преимущества, которые существуют в мире, да, все превращаются в капитал. Это он так пытается сделать. Не он так пытается, а я имею в виду, что вот в отличие от Марса, который считает, что рабочая сила – это товар, я считаю, что это не товар, это точно такой же капитал. Нет, просто есть многие предметы в мире с точки зрения Марса, которые капиталом не являются. Подожди, я уже не про Марса рассказываю. Ты говори, давай, как бы, я же, я пытаюсь критиковать, что противопоставление рабочих капиталистов, оно как раз и проходит по линии того, что у человека противопоставляется товар. Вопрос, вопрос, вопрос – это капитал или товар? Это капитал, да, значит, потому что… То есть это капитал, а не товар? Да, невозможно продать красоту. Что такое, как эта девушка может передать тебе красоту в качестве товара? Ты же не станешь кратером. То, что генерирует прибыль. То, что генерирует возрастание стоимости. Кирпич передает, как он встает. И девушка также встает, встает около машины и рекламирует ее. Давайте я сначала расскажу, потому что это просто… Это просто непонятно, с чего возражают. Я ничего не возражаю. Просто фактически тезис состоит в том, что рассмотреть рабочую силу надо, если мы берем как бы симметричные отношения людей. Люди свободные, люди вступают в некие договорные отношения. Никто наемного рабочего не гонит на фабрику. Он туда приходит и соглашается работать за определенного рода труд. И за определенного рода заработную плату. И фактически это договорные отношения двух людей. Получается, что на самом деле рабочая сила – это не товар, который он продает. Это некий капитал, который он сужает для того, чтобы из него извлекать заработную плату. И точно так же капиталист, который обладает большими возможностями. Он имеет средства производства, деньги, организует это производство и прочее. Он, обладая большими возможностями, точно так же вкладывает свой капитал и из него получает прибыль. И здесь действует точно такой же закон капитализма, при котором, на самом деле, заравную вложенную капиталу – пропорциональный закон, согласно которому каждый получает прибыль, согласно вложенному капиталу. Если наемный рабочий вкладывает только свои способности, то этот капитал каким-то образом в процессе производства сравнивается с капиталом, который вкладывает капиталист. И получается, что наемный рабочий за свой капитал получает заработную плату, а капиталист за свой капитал получает заработную плату. Можно сравнивать на выражение такое? То есть последовательный марсист тебе сказал бы следующее. Что, во-первых, та свобода договоренности, о которой ты говоришь в капиталистическом обществе – это некая иллюзия, это обман. Потому что само устройство капиталистического общества принуждает вот этого рабочего свой капитал принести, вложить в это производство и получать за бесценные какие-то дивиденды. То есть он вынужден идти на эту сделку. Пусть он подписывает ее как бы свободно, но ему надо хоть какую-то сделку подписать. И если, допустим, выбор на рынке труда такой, какой есть, он же не останется дома умирать с голода. Он вынужден все средства производства, но основные средства производства, скажем, кроме таких первичных и простых, как образование, здоровье, время, в конце концов, все остальное, и деньги, допустим, находятся на стороне вот этого капиталиста. И вынужден к нему прийти этот рабочий. Я понимаю, только возражение, оно состоит в следующем. А вот эти все прослойки, откуда они залезли? У Маркса существует очень много прослойок, мелкобуржуазии, ремесленники, крестьяне остаются, да, остаются там интеллигенцией. Почему-то они, не, почему-то они на самом деле точно так же находились в ситуации вынужденности, но они почему-то поступили иначе. Нет, минутку. Это содержание твоего договора? Нет, еще, я еще даже не дошел. А, ну тогда поехали давай, до содержания пошли. Нет, вопрос задержался. Ну, эту точку фиксировали, да? Ну, фиксировали, что, может быть, как бы это не полное принуждение, но это не настолько свободно, как бы ты дашься представить. Булат, я не знаю, насколько я это понял, Булат излагает, судить, на весьма цельную концепцию, похожую тоже на правду, не менее чем марсовская. Что каждый обладает каким-то капиталом, и у нас встречаются два капиталиста. Да, один большой, второй, а один большой. Только наценку на конечный товар определяет один из них. Не так, что оба, да. Грым, например, принимает. Ребята, давайте, как бы я расскажу. Нет, просто вот это, противопостоянно ухожение. Вы как бы заметили, да, на самом деле, что у Марса существовало некое отсутствие симметрии. Отключалось так, что вот был некий вырожденный случай, да, вот некого рода люди, они какие-то не люди, как бы, да, они не был, они все, чем они обладают, они обладают только рабочей силой. Они уступают экономические отношения не как люди, а как товары. И вот эта вот вырожденность, она, на самом деле, порождает у Марса вот этот раскол, да, который доходит до последних выводов, что вот эти обездоленные люди, которые, как ты говоришь, придудили работать на капиталистов, да, они вынуждены, там, устраивают революции, как бы, там, или, как бы, грабить награбленное, да, экспортируют, экспортируют. А на самом деле, если мы берем все-таки симметричные отношения, симметричные отношения, да, что все вступают, пускай эти симметричные отношения пока выглядят некоторого рода абстракцией, да, потому что капиталистическая уловка, как бы, ну ладно. Нет, нет, ты понимаешь, вот, ты пытаешься, как бы, с конца критиковать начало, на самом деле, я просто не дошел дальше, да, но есть некого рода представление о том. Да, с массовской точки зрения, рабочие не обладают субъектностью, субъектностью обладают только капиталистом. А он кирпич? Да, он просто кирпич товара. На самом деле, это не так, на самом деле, да, что человек рабочий, точно такой же субъект, как взаимоотношения, точно такой же, так же вступает в договорные отношения, и выступает субъектами, другими, да, и везде, собственно, как я правильно сказал, действуют капиталисты, и происходит конкуренция капиталистов. Ну, то есть, ты говоришь, что не как вот Марс, однобога, да, что... Да, у Марса, как бы, отсутствие симметрии, а у меня, получается, симметричность. А ты хочешь сказать, что симметричная, да? Везде капиталисты. То есть, маленький капиталист. Собственно, капитализм... Путь от большого капиталиста. Собственно, капитализм, смысл, как бы, капитализма состоит в том, что все на продажу, да, что все, как бы, все способности, возможности, там, какие-то, там, преимущественные особенности, там, типа того, что знатность, там, там, сила, там, какие-то спортивные, там, спортивные какие-то достижения и прочее. Много чего, просто будет долгая вечность, здоровье, красота и прочее. Надо посмотреть любое резюме. Да, образование, опытность, да. Коммуникабельность, строительство, устойчивость. Все это монетизируется, да и все это становится капиталом. Что такое капитал? Капитал это то, что приносит прибыль. Капитал это то, что позволяет возрастать стоимость. Теперь мы перейдем, ну, в этой концепции, как бы, да, так она противостоит, как точно. Концепция прибавочной стоимости, да. Потому что у Марса, получается, если так вдуматься и говорить очень грубо, да, пусть на меня не обижаются, там, марксисты, что у Марса получается, что капиталист это своего рода вор. Вот как бы, да, многие сразу все обиделись, то есть эти марксисты сразу обиделись. Нет, просто человек обиделись, так и есть марксисты. Нет, просто получается, что вот капиталист, зная свое преимущество, да, как бы, и зная, что рабочим, как бы, высказался об этом, Антон, некуда деваться, он выходит на рынок, набирает рабочих, а зарплату, которую он должен заплатить за их труд, не платит полностью, часть утаивает, он хитрец, такой мудрец, и за счет этого наживается. Вот получается у Марса так. На самом деле, меня всегда больше всего это положение не устраивало, что я во все видел в этом какую-то привнесенность, ненаучность, потому что нельзя пытаться объяснять такие вещи, как экономика, исходя из каких-то моральных суждений. Потому что тут сразу приходит какой-то... И мне вообще есть подозрение о том, что теория Макса это скорее проекция каких-то моральных его представлений на ту сторону экономики, что одни как бы люди живут за счет других. На самом деле это представление отчасти во время Макса было оправданным. Почему? Потому что Макса рассматривал экономику, которая существовала при золотом эквиваленте. когда все измерялось, как бы вся стоимость измерялась в золотом эквиваленте. А золото, оно отличается тем, что оно прирастает очень мало. И поэтому, на самом деле, экономика выиграла как что-то вроде как движение денег на бирже. Есть какое-то определенное количество денег на бирже. И, собственно, перераспределение этих денег, перераспределение единого пирога. То, чтобы кто-то выиграл, кто-то должен проиграть. Обязательно. И получалось так, что вроде как было похоже на то, что капиталисты могли заработать. Это свою прибыль только за счет того, что кто-то должен был потерять. А именно наемные рабочие. И это было более-менее правоподобно. Но, на самом деле, в современной экономике это не так. Современная экономика, она является инфляционного типа. И денег всегда больше. Всегда больше, чем стоимость произведенная. Денег всегда больше. И поэтому, на самом деле, вот такого деления единого пирога, как на бирже, не происходит. По моим представлениям, как возникает прибыль. Прибыль возникает из того, что капиталист платит рабочему недостаточную заработную плату, что-то утаивает. Потому что, если мы рассматриваем взаимодействие двух капиталистов, то каждый из этих капиталистов всегда следит за тем, нормальную ли он норму прибыли получает со своего капитала. Точно так же и наемный рабочий смотрит. Он имеет определенную способность и опыт, возможности, допустим, уйти к другому капиталисту, здоровье свое и прочее. Он смотрит и оценивает, достаточно ли он получает заработную плату за вложение своего капитала. Моргую репарту, да? Вот как раз за что выступали марксисты и все эти коммунисты, к чему они призывали, они говорили, рабочие, посмотрите наконец-то. Вот твоя ситуация, это фантастическая ситуация, что он следит за своей нормой прибыли. Вот в том-то проблеме и было, что рабочие за своей нормой прибыли не следили, им говорят, обратите внимание, что вы недополучаете, что в вашу сторону, как вот это нарушено, что вы норму прибыли свою не введете. И поэтому восстаньте, так сказать, и идите дальше. Нет, дело в том, что вот тут надо еще маленькое замечание сделать, как возникает норма прибыли на какого рода капитал, да? Она на самом деле регулируется спросом и предложением. То есть определенного рода рабочий, в отличие от капиталистов, который имеет средства производства, ему трудно свой капитал в виде своей рабочей силы это переводить в денежную форму. И поэтому он на самом деле очень сильно зависит от спроса и предложения. Потому что у него вот его капитал выглядит определенного рода его способностями и умениями, да, опытом, образованием и прочим. И он на самом деле должен исходить с того, какое предложение вот такого же вида опыта, умения, способности, образования, квалификации и так далее, есть предложение на рынке. Поэтому он на самом деле, в отличие от капиталиста, который переводит свою прибыль в денежную форму, он вот все-таки перебит к тому, что у него капитал имеет вот такой вот рода изъян. Капиталист, на самом деле, он тоже точно такой же человек и точно так же у него есть его же иольные способности. Но помимо прочего, у него вот есть еще средства производства и деньги, и он может свою прибыль всегда переводить в денежную форму. И это помогает ему на самом деле диверсифицироваться. И поэтому, если капитал рабочего может подвергаться всякого рода вот обесцениванию, то в смысле, что он может быть его квалификацией там, такие вот именно... Стар, он уже не нужен. На той же работе, на том же заводе, он потерял свое здоровье, за счет которого зарабатывал. Потерял? Отдыхая там всякие эти газы, ядовитые и так далее. Он стал старым. Ему там причемило руку где-то. У него же постоянно есть амортизация его капитала, да, потому что он становится старым, он там у него, он может потерять свое здоровье там и прочее. Вот, кстати, вот может быть именно поэтому Макс был склонен рассматривать вот эту рабочую силу как продажу, как товар, потому что ты как бы вот используя ее, вот тоже здоровье, ты ее как бы потихоньку растрачиваешь. Она не восполняется. Нет, она восполняется. Почему она не восполняется? Воспроизводство происходит какое-то, просто в итоге жизни даже и скончается однажды. Знаешь, как бывает, нервные клетки не восстанавливаются. Ты думал, думал. На самом деле, для капитал... Здесь со станком так же. Сделать все сверло, потом... Да, но норма прибыли позволяет... Смотрите, на самом деле капиталист склонен, конечно, рассматривать. Также тоже получается, что рискует же очень же здоровый капиталист, и точно так же и капиталист рискует и своей, так сказать, рабочей силой, и своим капиталом, он двумя вещами рискует. Но он с собой-то редко рискует. Почему с собой-то? А для того, чтобы начать производство, когда-то он же начал производство, он вынужден был потратить свое здоровье. В 90-х свидетельство, что можно в тюрьму попасть. Когда я предприятие себя организовывал, я потерял много здоровья. То, что это первоначальное накопление, оно, на самом деле, вообще-то как обычная болезнь происходит, если нет средств. Так вот, еще вот в этой симметричной теории, когда мы говорим о том, что во взаимоотношениях, в экономическом взаимоотношении поступают равные субъекты, да, как бы, и все являются капиталистами, она объясняет в частности, что никаких, нету классов. Почему? Потому что вот эти, нету такого явного противопоставления капиталистов и рабочих, потому что все на разных уровнях и все занимаются только тем, что капитализируют свои способности, свои возможности, свои средства, материальные, духовные и прочее, все, то есть это все представляет собой капиталистов. На самом деле, собственно, как происходит превращение прибыли, да, если она не происходит путем присваивания чужого труда, потому что стоимость, как бы, каждого капитала оценивается спросом предложения, да, и она регулируется рынком, а не какими-то там, это хитрень, там, действиями отдельных лиц, да, и, собственно, как происходит все-таки тогда прибыль, откуда возникает увеличение капитала. Дело в том, что смысл вообще капитала состоит в том, что он должен превращиваться. Если мы имеем какое-то богатство, допустим, какие-то средства, и они не превращиваются, то они не являются капиталом. То есть те же деньги, которые лежат просто в банке, да, они уже не капитал, или там золото, любые ценности, которые просто хранятся, они не являются капиталом. Капиталом они только становятся в том случае, если они пущены в оборот, если они, из них может извлекаться какая-то прибыль. И поэтому... Нет, ну как-то сложно согласиться, что деньги положены в банк, а не таким же является капиталом. Банк, а в банку. Банку просто деньги просто... Банки не капитал, а в банке... Банки, а не капитал, потому что они превращиваются... А в такие банки, в стены банки в трехвитровые? Нет, это просто... Они называются, ну, Макс Сокрови. Пока станок работает, и что-то производит, только капитал. Это как-то капитал. То есть капитал — это некая сущность, которая генерирует собственное прирастание. Капитал — это некая сущность, которая генерирует прибыль, которая генерирует собственное прирастание. Точно так же, и у Маркса, это некая самовозрастающая стоимость капитала. Так вот, если мы обратим внимание, где же у нас происходит самовозрастание? Что такое самовозрастание? Ведь я же сейчас держусь исключительно трудовой твоей стоимостью. Я не пытаюсь оспаривать то, что стоимость возникает благодаря вложенному в нее труду. Ну, так мы с этим объясним. Да, другое дело на самом деле, что проблема-то состоит в том, что капитал есть некое генерирующее существо. Что у нас является, если так посмотреть, генерирующие существа? Генерирующие существа у нас является человеком. То есть, собственно, только человек является чем-то, той сущностью, которую он может генерировать. И у Максовой точно так же, что наемный рабочий генерировал прибыль капиталиста. То есть, из этой перебывочной собственности состояла, в частности, прибыль капиталиста. Так вот, если мы посмотрим, в чем состоит существенная резистенциальность в этой концепции? Она состоит в том, что именно человек является той сущностью, которая делает любую другую сущность, там, вещь, там, некого рода способность, свойства и так далее, капитала. То есть, человек есть, как говорится, экзистенциальная философия, некого рода возможность быть. И возможность быть, она воплощается в том, что он является генерирующей способностью движения всего. То есть, собственно, как я говорил, станок, который просто стоит на складе, это не капитал, но человек, начинающий работать на этом станке, он превращает этот предмет в капитал. Красота сама по себе не является капиталом, но человек может использовать эту красоту для того, чтобы добывать себе прибыль. Здоровье сама по себе не является капиталом, но может участвовать и быть капиталом. Иначе говоря, человек, как некого рода возможность, она может превращать все, что ее касается, капиталом. И для того, чтобы это понять, на самом деле, надо немного углубиться в то, что такое собственность. На самом деле, собственность, она произрастает из такого понятия, как личность. Что значит, что такое, если мы пытаемся понять юридически и социально, что такое свобода человека, то свобода человека – это не что иное, как принадлежность самому себе, как возможность распоряжаться самим собой. То есть человек, враг, он принадлежит господину, и он как бы зависит от господина, он самому себе не принадлежит. Он выполняет волю господина. Свободный человек, он распоряжается самим собой, он принадлежит самому себе, и он самим собой, согласно своей воле, распоряжается. Распоряжаться самым собой – это и означает первое понятие собственности, когда человек принадлежит себе. Потому что человек проектируется в мир, и принадлежность самому себе также распространяется на предметы, которым он завладевает. То есть человек что-то покупает, покупает землю, покупает какие-то предметы, имущество и прочее, и он как бы продолжает собственное свое тело во вне. Ему уже принадлежит не только он сам в размере его тела, но уже его тело как бы разрастается до тела имущества, до тела земли, до тела некоторых материальных ценностей. И собственность, собственно, есть не что иное, как продолжение этого принципа, принадлежит самому себе. И распоряжаться в собственности означает распоряжаться самим собой. И вот в этом распоряжении самим собой человек обладает определенным родом возможностями. Когда мы говорим, что у человека есть возможность быть. Он может направить эту возможность в разном направлении. У него есть какие-то ресурсы, у него есть... Можно говорить об этом, что у него есть ресурсы в виде его собственного тела, а можно говорить об этом. что у него ресурсы, на самом деле, в виде вот этого огромного тела, которого он присваивает себе, да, то есть в виде имущества, в виде каких-то земли, там, какой-то собственности движимой, недвижимой. Это, например, человекоправдание капиталиста такое. Нет, подожди, я, давайте, я расскажу, я понимаю? Ну, конечно, да. Просто суть-то вопроса в чем состоит? Суть вопроса состоит в том, что вот капитализм, да, если у нас возникает, если мы говорим о том, что вот личность есть такое, не только как бы в объеме своего тела, да, представляет собой субъектом, если мы говорим о том, что личность, на самом деле, простирает себе и дальше, если на обладание так же и вот имуществом, какими-то материальными ценностями и прочими, то возникает вопрос, а куда она, эта личность, да, направит себя, как она реализует свою возможность быть? И вот она может реализовать свою возможность быть одним из способов, да, приращивать самому себя, да, вот то, что Ницше назвал волей власти, да, как бы распространять самому себя, увеличивать количество, это свое, расширять свое тело, да, увеличивать количество своей власти, да, увеличивать количество, это, и масштаб своего владения, это один из способов, на самом деле, реализации личности, потому что другая реализация состоит в том, что человек, допустим, может увеличивать количество знаний, да, человек может увеличивать количество своих достижений, допустим, в области, там, не знаю, там, спорта. Ты только что стер границу между этими вещами, ты и то, и другое назвал капиталом. Я говорю о том, что другой путь – это раздавать, а вовсе не переращивать. Я пока не пытаюсь противопоставить из нравственных или моральных соображений одно к другому. Я не моральник, я просто говорю, что другой путь, ты говоришь, что один будет наращивать, другой будет наращивать. В чем разница? И то, и другое – капитал. Тут ты говоришь про знание, здесь ты говоришь про тело широкое. Это одно и то же. А я говорю, что личность не может ничем другим заниматься, кроме как наращивать. Почему еще раз? Она может раздавать себя. Давай я объясню просто сначала. Потому что личность есть некоторая возможность, которая должна себя реализовать. И мы нас с вами постоянно слышим о том, что речь идет о реализации личности. Она должна себя реализовать в каких-то произведениях материальных, духовных, реализовать себя в семье, реализовать себя… Много смысла тут реализации. И вся эта реализация понимается как распространение самого себя, как расширение самого себя, своей власти. И передача этой власти… Потом эта власть переходит на власть каст, династии, в конце концов на власть государства, страны, народа и прочее. То есть в каком-то смысле, на самом деле, есть такого рода движение. То есть личность, на самом деле, она пытается воплотить свои возможности. И воплощение этой возможности есть приращивание. То есть на самом деле изначальный смысл личности есть смысл капитала. То есть личность в секседакции с самого начала к себе относилась как к своего рода капиталу, который можно приращивать. Только просто это обнаружилось, и это можно было бы реализовать только в тот момент, когда вдруг стало возможно быть свободной личностью. Когда общество признало юридически, что каждый человек свободен. В рабстве это было невозможно. В рабстве только господа могли приращивать и увеличивать свою власть, свое имущество и распространять себя все шире. Постепенно случилось так, что каждый мог этим заниматься. И вот, собственно, капитализм и состоит в том, что это реализация этого концепта личности, концепта собственности. Это принадлежность самому себе. Только вот это принадлежность самому себе, оно оброждается в том смысле, что каждый стремится увеличить свое пространство, пространство своего владения. Теперь, откуда берется прибыль? Постоянно этот вопрос возникает рефреном. Прибыль, на самом деле, возникает может в таких ситуациях только из-за того, что есть конкуренция определенного рода. И каждый, на самом деле, стремится на свою сторону и обладать какими-то родами преимуществами, используя какие-то возможности, которые ему даны. И возникает как бы вот такая многоуровневая конкуренция, начиная с рабочего, который пытается свой капитал выгоднее вложить, то есть получить максимальную заработную плату. И гончая какими-то там корпорациями, которые тоже пытаются распорядиться своими капиталами максимально и положить. Все, на самом деле, стремятся к тому, что стремятся к приращиванию прибыли. Все стремятся сверху донесут. Только эта прибыль пониматься может по-разному. Она не обязательно исчисляется в денежном выражении. Она может исчисляться как бы в авторитете, в закреплении за собой определенного рода знаний. Кто-то такой какой-то там открыл, допустим. Натуральных и моральных. Натуральных и моральных, да, прибыль. Они могут быть совершенно разнообразными, пониматься. Все стремятся к таким приращиванию. И в этом состоит смысл капитализма. Что все как бы нацелено на то, чтобы расширять свою власть, расширять свои возможности и приращивать свой капитал. Другая возможность, как ты говоришь, раздавать, да, на самом деле, это уже не капитализм. Просто это как раз единственный способ противостоять вот такому капитализму, да. Вообще, это капитализм тотальный, да. Здесь нет на самом деле угнетенных и угнетаемых. Здесь есть просто многоуровневая конкуренция. А это другая, вот, один из принципов противостояния такому, это раздавать, да, действительно. Потому что это раздавать, это уже не капиталистический принцип. Ну, в принципе, как бы безбожие, да, возникает уже в момент, когда говорится, что человек сам собой распоряжается. Вот в этот момент можно сказать, что мы, так сказать, другие возможности, как, например, религиозные, которыми ты любишь заниматься, да, в том числе, там, крестьянские, мы упустили. Это понятно. Потому что, конечно, в крестьянстве там будет не так. А ты знаешь, что мы социально всегда что-то упускаем. Мы свою возможность всегда можем реализовать только в одном направлении, и тем самым теряем все остальные. И это всегда так. Сейчас в одном, завтра в другом, но мы сейчас мыслим, а не реализуем возможности. Повыслить одновременно мы можем все возможности. Нам ни что не мешать. То, чтобы понять, как возникает прибыль, прибыль возникает как инфляционный прирост. Только как инфляционный прирост. Только как инфляционный прирост. Не инфляционный прирост, неправильно сказал. Как прибавка. То есть, как торговая наценка. Для того, чтобы это объяснить... Это у тебя игра с нулевой суммой или без суммой? И с не нулевой суммой? Игра-то. Если кто-то выиграл, значит, Роман столько другой проиграл? Нет, там получается так, что за счет... Смотри, как получается. Сначала надо понять, что у Маркса на самом деле прибыль возникает в производстве. Но он утверждает, что реализуется она в торговле естественно. Как бы вдруг обнаруживается, что в торговле как бы он извлекает дополнительную стоимость. А вот если все капиталисты, то на самом деле прибыль извлекается ни в каком не производстве. Прибыль извлекается только в торговле, только в обмене. Как происходит? На самом деле это, конечно, если каждый делает прибавку. И получается, что возникают два рода вещи. Либо круговые цепочки. Каждый сделал прибавку, все прошло по кругу, как бы никто ничего не заработал. Ну, если каждый делает прибавку по кругу. Тот, кто прибавку сделал, он получил как бы в себе затраты, эту же прибавку, когда купил для себя средства, ну там... Что-то. Что-то купил для себя. Получается, что по кругу есть круговые цепочки, и по кругу никто ничего не зарабатывает. И тогда зарабатывают только те конечные пользователи, которые, покупая что-то на самом деле, используют это что-то, товар, как потребительскую стоимость. Вот когда они переводят товар в потребление. То есть, когда товар изымается из цепочки, когда цепочки обрываются на потребителя наконечную, только тогда фиксируется, собственно, прибыль. То есть, прибыль возникает всегда только на конечном потребителе. По-моему, вот прибыль как бы возникает исключительно из-за того, что есть Солнце, атомная энергетика, угольная там всякая энергетика, гидроэлектростанции и так далее. Из-за того, что мы выкачиваем из окружающего мира некоторую энергию, которая разумным образом организована... Ну, она для нас бесплатная просто. Ну, как бы она бесплатная. Ну, в трудовой теории стоимости вся стоимость возникает только... Нет. Она порождает, понимаешь, можно... Солнце это не вложено. Ну, подожди, подожди, подожди. Просто говорит Антон, трудовой теории стоимость не предварительная. Вот. В конце концов, чем закончится? Тем, что будет стоять фабрика, да, вот в маленьком заводе, где будут работать роботы. Вот. Они будут собирать подключенные электростанции, и один раз ее запустит этот инженер. Ну, раз в месяц будет приезжать, проверять, что все работает нормально. Где здесь будет вложенный труд? Где здесь будет что? Ложный труд, он просто отложен. Он вложен поколениями, как ученых. Ну, вложный труд будет. Ну, кто-то, что мы дошли до этой ситуации, все это было вложено. Ну, когда-то это было вложено, да. Да. Но это уже, как бы там, не знаю, сто раз окупилось, условно говоря, да. А все производится и производится. Правильно. Поэтому я и говорю, что в производстве... Подождите, подождите. Давайте я сразу говорю. Сто раз окупилось это совсем, ну, ни к чему, некорректно. То есть, если вы говорите, роботизированный цех построен, завод, ну да, и в процессе производства происходит окупаемость вот этих вложенных средств. А то, что сто раз окупилось, это ни к чему. Не, ну, в какой-то момент оно окупится. А окупится или нет, это еще неизвестно. Вот к этому мы говорим. Кстати, тут вот надо, как бы, опять же, против теории Марса сказать, что у Марса, на самом деле, вся прибыль возникает в производстве и из переменной части капитала. То есть, из части капитала, где присваивается прибавочный труд, да. На самом деле, если следовать этой логике, то модернизация производства, которая ведет сейчас к сокращению рабочего времени, да, получается, что, как бы, должна вести к тому, что норма прибыли должна падать. У нее даже такой закон есть. Почему норма прибыли? Стоимость должна падать. Стоимость падает. Стоимость падает и норма прибыли падает. Стоимость измерена или у Марса измеряется избавленная стоимость? Он как бы отбросы, в принципе, какой-то — Да. С worldwide . И из прибавочной стоимости падает... С 아무 ее количество падает. Прибавочная стоимость. Потому, что вложенного труда меньше. И, 1983 Here you can see as expected by Microsoft Solar13 ionic criterion. И поэтому, как бы, в перспективе этой модернизации и производства, это всякого рода и инновация да образуется момент, когда все меньше и меньше нужно в рабочей силе. Все меньше и меньше нужно труда. А на единицу продукции на единицу продукции. Да. Да, да. норма прибыли на единицу продукции соответственная тут же даже ни на единицу, не на абсолютном выражении, а в абсолютном может возрастать. Абсолютно может возрастать, в относительном моменте она убывает. Люд 속zukность защит dollars против А вот в роботизированном производстве вообще непонятно, откуда берется прибыль. Потому что если нет наемного труда, то нет присвоения прибавочной стоимости. И получается, что прибыли нет. С марсовской точки зрения у тебя продукт, который романтизирован на эту штуку, стоит бесплатно. Мы это сейчас, кстати, только что все это прошли. Видите, как бы твоя техника дешевела, да. А я так говорю о том, что на самом деле эта прибыль, которая возникает как торговая наценка, она не возникает в производстве. В производстве, собственно, которые движутся по кругу, по цепочкам экономических, там никакой прибыли нет. И вся прибыль возникает только на конечных потребителей. Когда конечный потребитель что-то покупает, он фиксирует, тем самым, эту торговую наценку, и образуется прибыль, и все по цепочке эту прибыль получают. Только таким образом. Но чтобы это было возможно, на самом деле, экономика должна быть инфляционной. То есть получается, собственно, почему? Потому что это… Инфляционная экономика – это когда у тебя инфляция – это только на все вместе проигрывают. Да. Подожди, послушай. Все вместе, именно что и проигрывают. И вот эти все вместе проигрывают – это и есть, собственно, вот эта одна торговая наценка. Потому что, откуда ли взялась торговая наценка, если количество спроизведенной стоимости должно равняться количеству функционирующих денег? Ну, как бы теоретически, одно должно равняться. Ну, этот аргумент уже к деньгам пошел. Нет. Почему? Давайте без денег. Деньги – это эквивалентно. Дело даже не в деньгах, а дело… Деньги ни к чему. Смотрите, если мы рассуждаем в теме торговой наценки, то откуда торговая наценка, если в целом по ваговым продуктам? Мне просто самому интересна вот эта ситуация. Представляете, я делаю горшки. Сегодня сделал горшок, завтра делал горшок. А я продаю. Да. Я тружусь при продаже. Вот оплата моя. Нет, нет, нет. Я могу их сам их продавать. Но я хочу сказать следующее, что этих горшков от того, что я каждый день делаю, становится все больше и больше. Больше и больше. У меня вся комната заставлена этими горшками. Ответ. Так это совокупное общественное владение на этом возрастает. Я передам это по наследству. Через тысячу лет найдут эту мою амфу где-то еще. У тебя все, что, как Антон говорил, про солнце, про все больше, за счет этого, у тебя всего становится все больше. Мы все время производим, так сказать, дополнительные материальные ценности. Вот в чем дело. Да, и все становятся гораздо больше, богаче. Мы можем потом ничего не продавать. Не то, что ты одно и то же воспроизводишь без конца. Я же не об этом говорю. Откуда взялась прибыль? Прибыль взяться не может. Должно быть, получается, что стоимость обменивается на стоимость и все. Никаких прибавок быть не может. Минуточку. И все должно обмениваться по стоимости. Если мы и разговариваем, то трудовой теории стоимся. Мы о прибыли же пока нет. В среднем должно быть определенного рода стоимость должна обмениваться на стоимость. Надо еще посмотреть, существует ли на самом деле такая категория, как прибыль? Может, они существуют вообще? А вот я утверждаю, что она существует, а она имеет инфляционный характер. Почему? Я говорю о том, что инфляция, которая существует, она обеспечивает вот этих прибавок, вот этих торговых наценок. То есть количество вращающейся стоимости в обмене больше, чем количество стоимости произведенной. Специально это делается, чтобы была возможность сделать это торговую наценку. То есть в сталинской экономике, когда внедряли новый станок, да, новый, и стоимость продукта какого-то падала, там прибыль невозможна. Нет, тут невозможна. Вы хотите все какие-то особые ситуации. Конечно же инновации, они отдельно должны. Очень просто можно сказать, очень просто. С того момента, как человек, отдельный человек, стал способен обеспечивать себя, там, не знаю, каким-то натуральным хозяйством, обеспечить свою жизнь, он сам, как единица вот такая капиталистическая, стал как бы прибыльной величиной. Он может, как бы, что-то производить, поддерживать свое существование и сверх этого накапливать что-то. Вот в этот момент, вот откуда возникает прибыль. Не нужен никакой обмен. Не нужно вообще никакое товарно-денежное отношение. Он уже, как бы, нарастает самовоспро... Он нарастает, вкладывая свой труд. Вот есть два века, нарастает. Так вот, ну и что? И вот, у тебя есть какой-то труд, ты вкладываешь, вкладываешь труд, и у тебя возрастает твой капитал. А выше этого вложения труда он как-то может возрастать? Нет никакой разницы здесь. Понимаешь, если он... Вот если бы... Если бы он... Что значит, нет... Он подтяживается в существовании. Вот, чтобы я не возражал тому, что... Почему два одинаковых человека в одинаковых условиях один больше зарабатывает, другой меньше? Вот в чем проблема состоит. Понимаешь, почему так происходит? Откуда... Их труд, как бы, по-разному дистанцует. Ну, как не стоит, а потому что он... Разные капиталы. Разные способности. Разные способности, правильно? Ну... А сейчас-то бывает... Но оба они прибыльные предприятия. Нет, а сейчас-то бывает, что... Я так, как бы, считаю. Они не работают в ноль, понимаешь? Вот, нет, некоторые люди же работают в ноль. Ты обратил внимание. Они живут, как бы, они не могут ничего накопить. Они только поддерживают состояние статус-кво. Я понял. Такое возможно. Многие же, действительно, не нацелены на то, чтобы во что бы то ни стало. Дело в нацеленности даже. А в том, что, ну, возможности каких-то там, способностях тех же, там, в рыночной ситуации. Вот. Но как только он может чуть больше, это значит, что он, условно говоря, ну, как-то... Я понимаю, это как прибыль. А как еще это понять? Он вложил, как бы... Я понимаю. Просто в экономике, на самом деле, должна быть возможность прибавки. Это... У Маркса как получается? У Маркса просто часть произведенной стоимости, да, она не оплачивается капиталистам, да, и присваивается себе, как прибавочный труд. А, как бы, откуда тут, как, откуда взялась возможность нацелки? Я вот вижу, что возможность нацелки взялась от того, что, вот, это есть такая вещь, как инфляция, да, и общество целиком платит, как налог, да, инфляционный налог на возможность подпринимательства. То есть ты считаешь, что без денег снова обращения невозможно, и... Современный... А я говорю про другое. Я говорю, что, если 10 человек, как бы, производят что-то и все время прирастают в своем богатстве, взять их вместе, взять их вместе и сделать так, чтобы они прирастали в своем богатстве меньше, чем если бы они прирастали по отдельности, и эту прибыль вывести себе. Вот это и есть капитализм. Они прирастают не так, как на самом деле могли бы... Вот, например, вот натуральное хозяйство, человек это занимается, тоже делает эти горшки, и прирастает. Это капитализм? Прирастает, прирастает. Так это капитализм? Нет, конечно. Ну. Потому что нету... Капитализм, когда он взял это, понес на рынок, на обмен и поменял. Вот тогда он становится капитализм. Скорее, наоборот, когда появился человек, который решил, как бы, из-за собственного дополнительного прибыли извлекать, по всей видимости. Но на самом деле, действительно, у нас получается, я с Антоном здесь соглашусь, солнце светит, руки работают, травка растет. Травка растет, да. У тебя все время общее количество... В тебя вливается постоянно. Постоянно идет поток роста, общая ситуация роста. Ты настроил у себя в стране кучу дорог, они тебе больше не нужны, ты их монтируешь. Ты построил атомную электростанцию, на 60 лет работает, больше уже ничего не нужно тебе. Вот славянская экономика. У них... Почему у них там высочайшая в жизни Западная Европа? Страна маленькая, атомная электростанция большая. Одна у всех. В какой стране? В Словении. И что? Ну и все, как бы. Ну и все, чувак. Вот и все. Страна маленькая, атомная электростанция большая. Я просто последние вещи скажу. В чем смысл он? Получается, что все в относительном смысле платят одинаково, в процентном смысле. Это налог одинаковый. То есть, не прятаться на все капиталы, что останется в относительный смысл одинаково. Но в абсолютном смысле мы понимаем, что по-разному. Да. Одно дело, как бы, допустим, хотя в процентном отношении, относительно, взять, допустим, 7% у богача, да, какой-то, у человека, обладающего там какими-то огромными состояниями. А другое дело взять у какого-нибудь наемного рабочего, который там едва сводит счет, едва как бы там живет. Сроки твоего доклада как раз жалко капиталиста. Да, он больше получит процентов. Нет, я не знаю. То есть, получается, что в инфекционной экономике в относительном смысле все это одинаково проигрывают, потому что это, своего рода, налог, да, в кавычках, на предпринимательство. А в абсолютном смысле, как бы, одни получают больше, чем другие. Так, видишь, у тебя, как бы, получается, что все перевернуто, что сначала устроили инфляцию, чтобы было принято. Нет. А мы говорим, что, на самом деле, наоборот, все время есть перепроизводство товара, как бы, все время идет рост. Ну, просто производство, просто рост. Да. И деньги вливают, потому что они необходимы для, как бы, вот, для осуществления... Винных секунд. Я понимаю, вы каким-то примерами говорите, а я имел в виду, что вот есть две системы. Есть одна система, например, при котором количество денег в функционирующей системе равно количеству товаропроизводимых. И тогда, на самом деле, вот, вы же это, рабочим раздали деньги. Они пошли на эти деньги и купили товары. Но, поскольку, как бы, стоимость, вся самокупное количество денег, которыми обладает рабочая, меньше, да, чем количество произведенных товаров, возникает то, что постоянно остаются излишки товаров, да, и со временем возникает кризис перепроизводства товара. Потому что денег меньше, и нет возможности купить этот товар, да. Теперь другая ситуация, как бы, допустим, как бы, рабочим платятся деньги, можно взять кредит, как бы, вообще говоря, всегда денег в обращении больше, чем товаров. Тогда получается, что каждый раз это люди покупают товар, товаров становится, как бы, мало, да, потому что они на расхват, потому что денег достаточно, чтобы их можно было купить, да, и получается, что, если возникает кризис, то кризис финансов, да, потому что денег много, как бы, да, товары все куплены, но за эти товары зарезервированы некого рода доходы будущих, какие-то будущие доходы, да, их надо же еще заработать, да, я вхожу в кредит, там, в прочие какие-то долги, и возникает финансовая кризис, да, вот то, что мы сейчас наблюдаем. То есть наша экономика, в отличие вот этой экономики, при котором, ну, та экономика, можно сказать, экономика, например, золотого эквивалента, да, когда все было фиксировано, да, количество денег экономики, при принципе, более-менее равнялось количеству стоимости производителя, да, и должно было приращиваться в соответствии с этим, да, в соответствии с приращиванием стоимости. Так вот, вот в этом состоит разница. Я и утверждаю, что, на самом деле, сейчас, поскольку вот в моей системе получается, что все капиталисты, все получают за свой капитал, это, справедливую оценку, да, справедливую наценку, но вся эта наценка регулируется тем способом, что все платят за инфляцию. А здесь есть другая точка зрения, что у тебя действительно идет поток прибавки большой, я бы не назвал это, как бы, на стоимости. На моей планете прибавки точно нет. Все платят за инфляцию. И, по-моему, я обману. Есть источник, как бы, вот… Поток, идет мощнейший поток вот этого дела. А инфляция и отношение людей к деньгам – это способ вот этот поток между собой распределить. Справедливых и несправедливых вещах. То есть они… им есть что делить, на самом деле. Не, мне просто странно. Ребята, ведь стоимость всех вот этих как-то лишь потоков для нас бесплатная. Ну, как это… Солнце, там, травка, зелень, вода, там, плещи… Электростанция тебе принадлежит? Нет. Ты из электричества кому-то должен платить? Да. Какой тебе тариф поставят? Какой захотят, такой поставят. И деньги… Да, я отвечу на это. Вы хотите сказать, на самом деле, что стоимость предыдущих поколений, да, которые сейчас умерли, да, они… В том числе… Они что-то произвели, да. Это что-то… Дороги, да, инфраструктура… В том числе это… Здание… Подожди… Хорошо. Что за это… Здание и прочее… Они произвели это… Для нас теперь это бесплатно все. Да. Вы так утверждаете. То есть просто, на самом деле… Это же могло бы быть. Нет. Мы живем за счет этого… Есть некоторые мудрые люди… Да. Которые… Нет. Еще раз говорю. Мы живем за счет того, что мы как бы эксплуатируем труд мертвецов. Да. Вот. Упшедших поколений. Обязательно труд. А что солнышко? Нет. Солнышко для нас бесплатно. Дело не в том, что тебе умудряются продавать солнышко. Нет. Мы никак не покупаем. Да продают тебе. Продают тебе солнышко. Продают тебе солнышко. Известная же эта про Чепонина, где там был налог на воздух. Но… Тебе продают то, что как бы бесплатно. Да. Продают. Ну вот так умудряются. Ну да. Налог на воздух реально. И не потому что обманывают, да? А потому что вот допустим атомная энергетика, да? Эта энергия как бы да, она почти бесплатная. Так нет. Акватальная энергетика и энергия это стоят, соответственно, вложенного туда труда. Постройка электростанции, рабора оплаты как бы текущих расходов и прочее. Ну 200 раз она купилась. Потом нашел Луц Омника, он приватизировал и продает это. Ребят, ну не надо конкретику советского там. Кто-то что-то приватизировал. Не по конкретику говоря. Так всегда происходит. У тебя даже с этими элементарными крошками. У вас тогда экономики нет. У вас получается, что какая-то экономика это просто какая-то стихия просто. Ну не только. Нет, ведь с теми же самыми крошками. Ты обратите внимание. Я делаю крошки и ставлю вот себе ее в комнате. На них любуюсь, на эти крошки. 500 крошков наделал. Ну и зубы на полку потом что ли? Нет, я принес 10 крошков, этих продал. А остальное осталось? Остальное осталось. У тебя эти 10 крошков в обороте существует, и обороты существуют. Мы еще раз берем. А они как вложенные, как Сахович, как что-то существуют. Без моих красивых примеров это означает, что мы потребляем труд умерших поколений. Нет, это погашки мои собственные. Так нет, понимаешь в чем дело? Ну он же не пострадал. Да, он как бы вложил туда труд. Но он прирастил. Понимаешь в чем дело? Ну как бы каждый кто работает, он приращает как бы богатство мира. Конечно, богатство мира оно за счет ветхости, за счет как бы естественных поломок, амортизации. За счет войны. Но при этом в общем оно растет. Вот мы говорили об этом. Неправильно. Это есть некое родное. Рост учителя. Но какое отношение он имеет к прибыли? А почему ты считаешь, что прибыль важна в теории капитализма? Потому что теория капитализма важна приращиванию. Так мы говорим про приращивание. Ну у тебя приращивание за счет... А с прибылью надо разбираться. Я просто не готов тебе ответить как это будет с прибылью. Приращивание, вы говорите о том приращивании, что мы постоянно вкладываем и свой труд. И этот труд как бы он постоянно монетализируется. И ресурсы и труд. А я утверждаю, что сверху вот этого вложения труда еще какая-то прибавка есть. Сверху вложения труда. Ну какая? Откуда она? Ну ты говоришь про стоимость. А мы говорим про то, что вот стоит. Понимаешь? Вот дорога. Есть... Какая там еще сверх прибавка? Там ничего нет. Вот сама дорога, она равна... Мы просто хотим сказать, что мы не можем волшебный горшочек, который все время варит. Да, да, да. Чем дальше ты быстрее варит. Нет, на самом деле, если вдуматься, можно, конечно... Это открытая система. Конечно. Конечно, считать на самом деле, что никакой такой прибавки нету, на самом деле. А что все опирается просто на ложный труд. Просто этот ложный труд, это не со измеринтом, а тут, допустим, какого-то там, менеджера высшего звена, он как бы особо велик, а какого-нибудь разнорабочего там, он маленький, да. Я ведь хочу сказать, что в натуральном хозяйстве у тебя же нет обмена. Тем не менее, ситуация богатства, она была, дома оставались после предыдущего поколения, или ты сам себе построил, или там отрез тканей взяли, со тканей дополнительной. Все это происходит. Это очень, очень, очень интересно. Потому что и возникает этот, вот с точки зрения Антона, новая неокритика капитализма. Она состоит, что я в общем-то не понимаю, непонятно, почему вот эти ребята берут нас в плату за воздух. Откуда они взялись, зачем они нам нужны. Уже на совсем другом виде. Потому что постоянно у тебя возникают люди, которые работают как феодальные бандиты. Он там сидит в замке, мимо него проходит река, он преградил ее цепью и со всех караванов снимает деньги. Ну да. Или воздух дует. Он поставил и за всех его плату дает за воду. То есть получается, что действительно, что у тебя же, ведь на самом деле есть большое количество экономических систем, которые не работали на основе прибыли. Совсем. Ну вот мой любимый пример, близкий моему сердцу. Воркуталан, да? Надо врагу и Воркуталан. Норильск, Норильск, лад. Это, конечно, не такие счастные примеры, которые выбиваются из общего правила. Вопрос же не об этом состоит. На самом деле я считаю, как вы уже говорите, что капитализм возник из торговли. И что он только реализуется как торговля. Вот это все на продажу, что все можно продать и все можно капитализировать, из всего можно извлекать прибыль. Это, на самом деле, есть принцип капитализма, который вырастает именно из этого, из торговли. Просто тут вопрос. Вопрос в торговле. Были же, конечно, другие формы. И параллели существуют. Другие формы. Торговля же была всегда. Торговля была всегда. И поэтому, когда торговля встала во главу угла, вот она просто стала самым главным, да? Там сам капитализм и окреп. Так вот здесь очень интересно посмотреть, что из себя представляет капитализм. поставляет капитализм в себя некую сущность экономических отношений. Или это просто как бы торговля, которая вышла на определенный парт. Да. Либо это способ управления, один из многих. Либо это способ управления, один из многих. Всего лишь. Который не имеет к экономике, как таковой отношения. Потому что экономика же бывает не капиталистическая. Бывает же. Всегда бывала она. Вот. Вот в чем дело интересное. Я так понимаю все-таки Маркса, что для него, хотя он признает и азиатский способ производства, признает и феодализм, и все остальные вещи он признает, тем не менее, для него капитализм есть некая вершина. На самом деле, никак не что-то экономика не росла, как при капитализме. И где так быстро новые внедрения, где-то там небольшое количество причинений. Но на самом деле, по всей видимости, по каким-то причинам работает, варит волшебный горшочек. Все время больше, больше, больше всего. А мы различными способами мы этим делом управляем и вы между собой делим. Причем, как бы, есть ведь все эти научные открытия, не какие-то там ноу-хау разработки частных каких-то отдельных компаний, а вот то, что за протяжение столетий входит во всеобщий обиход. То, чем сейчас могут пользоваться все. Все могут пользоваться законным ньютоном. Даже уже теория относительности все могут пользоваться. Никто тебе не мешает, понимаешь? Вот. Лучше не об этом. Лучше говорить, что все могут пользоваться компьютером, да? Нет, я не об этом говорю как раз. Я говорю о том, что человечество накапливает вот этот, как бы, и нематериальный, в том числе, капитал. Человечество в целом. Вот. Вот эти все знания, оно его накопило уже. И тем самым, как бы, оно постоянно повышает вот эту вот, то есть, как бы, скорость, которая варит горшочек, она постоянно повышается за счет этого. Это вообще не последние лет так сорока. Почему повышается скорость? Потому что он быстрее и быстрее варит. Не было атомной энергетики. Он варил медленнее. Давайте мы как-то конкретизируем, о чем мы говорим, а то мы говорим все как-то, мне кажется, о разном. Давайте, Лектор, закончил тогда? Закончил же. 10 минут назад признал, что он закончил. Или нет? Да, я и закончил. У меня есть замечание первое по поводу понимания своих способностей, знаний, здоровья и прочего, как капитала, сравнимого со средствами материального производства, деньгами и прочим. Хорошая аналогия, но явно эти вещи отличаются друг от друга. И можно даже провести линию, по которой они разделяются. Эта линия состоит в том, что средства производства, деньги, они передаваемы. То есть можно как бы другому человеку их передать, и они станут средствами производства, деньгами и так далее для другого человека. Это такая часть твоего тела, которая абсолютно отчуждаема. Мое здоровье не отчуждаемо. А твое здоровье, твои знания, твой опыт. Мастер не может передать свой опыт, свои знания. Свой опыт, когда передаст, он его не потеряет. У того человека появится опыт, у него не убудет. А деньги, если ты передашь или станок передашь, ты понимаешь разницу? А я говорил про копирование программы. Да, то есть ты водишь на основании тиражирование и не тиражирование блага. Ну вот программа, допустим, ты ее передашь другому, она у тебя не убудет. Или анекдот расскажешь. Так в том-то и дело, что программа... То есть она просто, ты, конечно, хорошую особенность заметил, но она как бы не является... Ну хорошо, красоту ты как передашь? Красоту ты не передашь. Некоторые вещи... Здоровье ты не передашь. Только знания передашь. Только знания передашь. Только знания и так в свободном плавании, так сказать, находятся. Здоровье ты можешь передать в виде того, чтобы объяснить, как надо, допустим, жить там... Ведь на самом деле... Какие упражнения надо делать? Большинство как бы... То есть сейчас все знания существуют в основном в учебниках и так далее. Проблема как бы в накоплении вот этого капитала интеллектуального как знания состоит не в том, чтобы добыть откуда-то знания, а в том, чтобы потратить свои силы и время на обучение. Человек сам их добывает практически. Антон, никто не спорит на самом деле, что капитал бывает разным. Бывает разным, действительно. С Булатом здесь бы согласился. В самом деле, тиражируемые-не тиражируемые блага или какие-то, или свойства. Они, на самом деле, имеют сущность какой-то капитала в отношении или не имеют? Если они дематизируются, если из них извлекается прибыль, значит, они имеют сущность капитала. Все, из чего извлекается прибыль, имеют сущность капитала. Я же об этом и говорил. У меня, например, всегда приходит в голову пример, я всегда удивляюсь, пример спортсменами. Какой-то футболист в свое удовольствие бегает по футбольному полю, играет в футбол, занимается любимым делом, да и получает какие-то баснословные деньги, соизмеримость крупными корпорациями. Это как объяснить? Заметь. Он капитализирует свое умение и способности. Заметь, что когда революции происходили, никто не требовал отобрать красоту, ум, интеллект. Говорили об отчуждаемых влагах, которые, на самом деле, в чем претензия к капиталисту. Он получает прибыль не за свои способности, если бы он за свои способности, ладно бы еще, а он за счет того получает прибыль, что к нему прибавлено то, что ему не сродственно. То, что является отдельным отриблением. Я помню, я тебе это объяснял, я сказал, что имущество и наше владение – это продолжение нашего дела. Вот я и говорю, это не так. Подожди, ты говоришь о том, что каждому из нас продолжает дело. А трудить можно? Подожди. Ну, это просто особенность некоторая. Это существенная особенность. Ну, это существенная особенность. Вся футензия состоит именно в этом. Только она не является возражением. Я разник и пытался, что, действительно, у каждого человека есть тело, и свое тело передать другому владению не может. Хотя, вообще-то, говорю, было рабство, и его как-то передавали даже, если так вдуматься. Если бы раб, на самом деле, по собственной воле становился рабом, то он бы передавал свое тело в владение другого человека. Но тем не менее, речь ведь не об этом. Речь идет о том, на самом деле, что все наши собственности, имущества и прочие, это, на самом деле, продолжение нашего тела. И она отчуждаема действительно, потому что мы ее ей присвоили же. Она же изначально нам и не принесла. Нет, но мы же так присвоили. Мы же это присваиваем благодаря тому, что одни имеют больше способностей к чему-то, а другие имеют ничего. А вот это уже начинается в пользу бедных, потому что присваивают по-разному. Воровством, по наследству, еще почему-то. Понимаешь? Это не существенно. Это действительно по наследству. Это вопрос уже как бы истории. Ты рисуешь такую справедливую, как бы... Я не рисую справедливую. Я просто как бы... Благостно просто. Одни подают красоту, здоровье, что-то, а другие подают им в воздух. Нет, подожди. Я просто делаю некий разрез. Есть какой-то разрез. В этом разрезе все капиталисты. Так уж случилось, что одни обладают, собственно, больше, а другие меньше. А так уж случилось. Тут вообще-то действует момент, что... Так уж случилось, что твоя теория оправдывает капитализм. Она выгодна для капиталистов. Еще раз, да? Моя теория, моя теория ничего там не оправдывает. Она просто пытается понять. Я вообще, конечно, везде стремлюсь попытаться понять. Она ничего не оправдывает и ничего это не проклинает. Она просто пытается понять. Вот и все.